Рамзан Кадыров главный тиктокер Раши. Он и его виртуальное войско активно борются за лайки со своими ближайшими конкурентами, Даней Милохиным и Инстасамкой. Кадыров хочет стать первым блогером на России, но благодаря ВСУ может стать лишь двухсотым. Сегодня поговорим про войско, которое снимает свои так называемые подвиги не хуже, чем режиссёры Болливуда. Это опять я, опять с камерой. Кадыровцы самоотверженно воюют с деревьями, стенами домов и даже с рельсами. На что способны постановочные войска? Разберёмся прямо сейчас. Кадыров пытается создать образ своим так называемым солдатам непобедимых терминаторов, которые за Путина готовы на всё, которые безоговорочно выполняют боевые приказы и успешно реализовывают любые задачи. Но на самом деле всё совсем не так. А вот как это в действительности. Кадыров и его компашка набирают в состав своей так называемой армии людей насильно, за то, что те нарушили закон РФИ и таким образом должны быть наказаны. Также берут наёмников из разных регионов России за сказочные деньги. Почему сказочные? Да потому что в итоге их не выплачивают. Просто уже некому. Ну, или просто не хочется. Большая часть набранных людей попросту не готовы к выполнению задач. Даже самых простых. Не то, что военных. Поэтому Дон войской занимается тем, что умеет лучше всего. Снимают тиктоки. В принципе, это же умеют делать любые первоклашки. Ни в одном подразделении нет такого количества видеооператоров, как у этих постановочников. Эти операторы наделены одной суперсилой. Все они бессмертны. Иначе не объяснить, каким образом они сняли этот остросюжетный видеоролик. Обратили внимание? Пока один тикток-солдат прячется за домом, а другие прикрываются БТРом, оператор спокойно стоит и снимает всё на камеру. Чудеса не иначе. Конечно же, это низкопробная постановка, в которой Дно войска решила провести спецоперацию по демилитаризации опустевшего, полуразрушенного россиянами дома. Да, если так пойдет дальше, то скоро мы увидим, как кадыровцы воют не только с домами, но и, например, с подвалами. И, ладно, ладно, не скоро, а сейчас, потому что они реально сняли ролик, в котором безжалостно расстреливают пустой подвал. Если вы думаете, что Донармия пробила дно, вы ошибаетесь. Например, в этом видео Рэмбо-кадыровец бесстрашно сражается с... деревьями. И, кстати, снимает этот цирк опять-таки бессмертный оператор, которому не страшны ни пули, ни мины. Есть информация о том, что это видео попало в сеть без концовки. Ее почему-то вырезали. Но мы смогли раздобыть полную версию этого боя. Конечно же, тикток-кадыровцы и не собирались на этом останавливаться. После взятия в плен нескольких украинских деревьев, они начали операцию по обезоруживанию рельсов. Так, стоп! И снова бессмертный оператор. Кадырову нужно срочно подумать, как выкрутиться из этой ситуации. Чтобы его не до войска и он сам не выглядели полными идиотами. Нужно срочное опровержение. Мы уверены, оно будет выглядеть так. Вот эти, Дон, украинцы говорят, Дон, у нас бессмертный оператор и Дон. Я ответственно заявляю, Дон, все это бред. Это же полная ерунда, Дон. Не бывает бессмертных операторов. Просто они, Дон, стоят у нас в плащах невидимка. Просто они неуязвимы. А в бред про бессмертия не верты, Дон, я говорю. На создание этого произведения, иначе его не назовешь, кадыровцы пригласили лучших актеров за миллионы долларов, чтобы все выглядело очень реалистично. Но что-то снова пошло не так. Дамы и господа, студия Дон-Дон представляет остросюжетный фильм под названием «Взятие украинского генерала в плен». Приготовьте попкорн, но будьте аккуратны. Не поперхнитесь от смеха. Я Лисус, ЗСУ разведка. Признаю, что был захватен вчера. Ночью при операции. Раздаю, что воевал против. Леонардо Ди Каприо, увидев это видео, решил закончить свою актерскую карьеру, ведь ему не переплюнуть этих чертовых гениев современного кино из Чечни. Ладно, шутка. Он посмеялся, как и весь мир смеется над кадыровцами, которые максимум на что способны, это найти российского алкаша, налить ему рюмку и заставить выучить нужный текст. Все эти так называемые подвиги кадыровцев транслируют на российских федеральных каналах, восхищаясь мужеством бесстрашных бойцов. А народ что? Народ кушает это все. Распространяют видео в социальных сетях и даже сравнивают Дон Донов с дедами, которые воевали. Адон войска активно собирает лайки и подписки, тем самым раскручивая свои аккаунты в ТикТоке. Лучше б танцы снимали или пели на камеру, это было бы менее позорно. Можно попробовать тверк. А вот война не ваша это. С этим точно пора заканчивать. Кадыровцы боятся воевать, это же очевидно. Единственное, на что они способны, дергать за веревочку на расстоянии. Настоятельно рекомендуем Дон Дон войскам прислушаться к нашим советам. Иначе сами понимаете, что вас ждет. Вот что с них, блядь. Это вся улица вокзальная, блядь. Это кадыровцы, ебаная, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. Как принято говорить на России, можем повторить. Если креативщики Кадырова не знают, какое бы еще видео снять, чтобы Дон Доны попали в тренды ТикТока, можно обратиться к ВСУ. Ребята с легкостью и, главное, с удовольствием обеспечат трехсотые и двухсотые места в рейтинге.